Красота природы Красота природы сотворена специально с целью воздействия на чувства человека, приведения их в рабочее состояние. Красота является мощным рычагом воздействия на человека, заставляя его производить энергию. Это сложный процесс. Все рассчитывалось, определялось, что должно произрастать на каждом участке планеты. Растительность связывалась с климатическими показателями, с животным миром, с теми энергетическими процессами, в которых они должны участвовать. Учитывалось изменение ландшафта во времени. Человек привык, считая, что красота природы существует сама по себе. Но в нее вложен огромный труд нашей системы. Мы создали красоту природы, чтобы воспитать в человеке творческое начало. Это нам было задано. Даже цвет вашего неба не произволен, а создан нами по собственным замыслам. Мы могли бы сделать его желтым или розовым, но мы выбрали голубой цвет. И для этого специально подбирался состав атмосферы. И чтобы получить голубой цвет, потребовалось, чтобы растительный мир и многие другие процессы на планете сопровождались выделением определенных газов. То есть, химический состав атмосферы должен был создаваться процессами более грубых форм взаимодействия. Также цвет ваших морей и океанов сделан изумрудным и зеленым, хотя можно было сделать их красными или коричневыми. Но мы решили, что вам эти цвета будут лучше подходить для определенного эмоционального настроя. На цвет влияла также и энергетика, которая участвовала в данных процессах создания цвета. «Творчество – это наша работа. Мы живем в нем», – отвечала система. «Творчество – это наша работа. Мы живем в нем икс». «Творчество – это наша работа. Мы живем в нем икс». Продолжение следует...